Отплываем! Отплываем! Крикнул Рюрик. Кыс Кошманный в ярости вырвал последние волоски на голове. Он метался по берегу и выкрикивал страшные, но малопонятные угрозы. Итак, наши герои отправились дальше. Они оставили Кыса Кошманного с его свитой в гроте, да, в глоте. И когда наутро Маруся и моряк подплыли к городу, на пристани их встречала восторженная толпа жителей. Среди встречающих были и Розалия с семьей смотрителя. Горожане подняли плод с героями и понесли через весь город к бывшему жилищу Кыса Кошманного. Два взвода охраны дворца разбежались еще ночью. Корова шагала рядом и декламировала свои новые стихи. А наш у нас поэтесса гимн манной каши. И наша глава сегодня так и называется «Гимн манной каши». Если в беспорядке мысли ваши, если в голове у вас сумбур, говорят, в голове у вас каша, только это, друзья, чересчур. Ведь согласитесь-ка, ребята, что поговорка не права, то разве каша виновата, что бестолкова голова? Если все слова смешались ваши, если вашу речь нельзя понять, говорят, что у вас во рту каша, ну зачем же ее обвинять? Ведь согласитесь-ка, ребята, что приговор несправедлив, да разве каша виновата, когда язык у вас ленив? Голос коровы звучал на полную мощность, как громкоговоритель. Она еще не успела закончить, а мальчишки уже подхватили слова и орали их на всех перекрестках. — Кажется, кажется, неплохо вышло, — шепнула Розалия, обнявшая ее подруге. — Знаешь, у меня еще никогда в жизни не было столько слушателей. Мэр Градова объявил Марусю и Рюрика почетными гражданами города. Ведь они же спасли этот город, и город гадов превратился в город Градов. А манную кашу на молоке стали считать национальным блюдом, а корову мэр предложил считать священным животным. Затем гостям вручили подарки. Розалии подарили золотой колокольчик, моряку шелковый кесет, набитый табаком, и вместительный рюкзак вместо сгоревшего ботсманского сундучка. А Маруся получила в подарок красивую записную книжку и набор карандашей. Это был для нее очень ценный подарок, так как кысы, да, то есть крысы, уничтожили в городе все ручки и карандаши, и даже фломастеры. Так, как сказал в своей речи мэр, не будем о пошлом, то есть о прошлом. Характерная оговорка заметила Розалия. Достаточно уничтожить одну букву, чтобы изменить прошлое до неузнаваемости. Когда выступления закончились, на площадь вытащили столы с угощениями, и началось народное гулянье. Моряку не давали прохода местные девушки, то и дело приглашая его танцевать. А Розалию терзали поклонники и требовали от нее автографа. То, что короня умела писать, их не смущало. Городские любители поэзии трикатили откуда-то бочку чернил, и Розалия, окуная свой хвост, оставляла розчерк. Она раздавала автографы направо, налево, но количество желающих не уменьшалось. А я никогда бы не подумала, что быть знаменитой так тяжело, пожаловалась она Марусе. Девочка тоже попросила махнуть подаренный ей блокнот-автограф. Она решила записывать в него стихи коровы на тот случай, если по возвращении домой Розалия разучится разговаривать. Возвращение! Маруся вдруг вспомнила о папе и маме, и ей очень-очень захотелось домой. Но сведения получи от горожан оказались неутешительными. Никто в Градове не знал ни о логопедии, ни о том волшебнике, о котором говорил Глот, ну, то есть Грот. Впрочем, из-за крыс Градов давно уже не имел сообщения с внешним миром. И друзьям посоветовали идти в самый большой, знаменитый своими учеными и мудрецами город Старые Башни. — Да, жалко только, что нам придется добираться с сушей! — вздохнул Рюрик. — Без моря я чувствую себя как-то неуютно. — Ничего, привыкнешь! — хмыкнула Розалия. — Я была морской коровой, теперь ты побудешь сухопутным моряком. Ну что ж, наши герои отправились в Старые Башни, а дорога вела через лес. А что же приключилось дальше, мы узнаем с вами до завтра. В это же время встречаемся и будем читать книгу Малуся и Рогопед Андрея Усачёва. И у нас уже будет шестнадцатая глава. Она будет называться, да-да-да, Серые братья. До завтра, всем пока!